Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто неравнодушные гости и зрители моего канала, в котором небезразлична ситуация в мире, жизнь в нашей стране, ну и состояние нашего общества. И поговорю вот о чем. Значит, живодеры добрались и до Мурской области. Вчера стало известно, что в Сободинском районе у нас, в Мурской области, значит, убили тигра, причем не простого тигра, а амурского, который занесен в Красную книгу, то есть на грани вымирания уже. И ситуация здесь такая очень, знаете, мерзкая, и просто ее невозможно как-то переварить в мозгу, как-то вот, не знаю, с ней смириться, что ли. Потому что если бы это была такая классическая ситуация, ну, вроде убили тигра, забрали шкуру, продали там, купили себе там, не знаю, ну, не знаю, там, одежду, допустим, там, согреться, да. Ну, понятно, что вот если была бы такая ситуация, я бы еще мог как-то, ну, как-то их, как-то объяснить этот поступок, потому что государство как-то действительно довело людей до нищеты, и что люди просто уже, ну, не знают, как выжить. Но, когда я прочитал новость, ну, не прочитал, а посмотрел там, значит, вести, я обнаружил, что убили они его с хулиганских побуждений. То есть, как застрелили тигра, ослепили его там, ну, как фонариком, вот, потом его застрелили, на следующее утро там они где-то переночевали в палатке, ну, вот эти вот, в кавычках, охотники, и добили его, и просто его пинали ногами, пинали его там, значит, ну, как бы там еще камнями забрасывали, то есть, просто тупо издевались с ним. Подробности знает мой дядя, он сотрудник полиции Дмитрий Сережичев, он мне подробно объяснил. В вести об этом не сообщается, что они его пинали, что они его там забрасывали камнями, вот. То есть, там были еще подростки в этой компании, ну, одному 26 лет, другому 14, то есть, вот так. Девушке, по-моему, 17 или 18 было. То есть, вот так вот. То есть, это вот дядя мне сообщил, то есть, это просто страшные вещи, он сам даже был в шоке. Потому что он лично выезжал на это дело, вот, у него там связи есть с этими, ну, зоозащитниками. Вот, люди, вот вы, доколе вы будете вот такое совершать? Доколе вы будете издеваться над такими животными, беззащитными? А потому что этот таморский тигр, вот, к слову скажу, он был чипирован, он переболел каким-то заболеванием, это тигр Павлик, вот. И он был такой, знаете, ну, немножко не такой, как все. Он был такой, более слабенький. И они поняли, что, в принципе, он не представляет опасность. Начали над ним издеваться, да, что вот он, ну, как бы, скажем так, как, не способен как-то там загрызть кого-то, да? И вот, люди, вы хуже зверей. Вы во что превратились? Вам не стыдно такое совершать? Кругом, я не знаю, какие-то живодеры, какие-то, ну, я не знаю, нелюди просто, маньяки. Ужас! Вот куда катится наше общество? Мне просто жалко наш животный мир. Потому что именно животные, они охраняют наш мир. Благодаря животным у нас еще есть частичка экологии. А если бы сейчас истребим всех животных, то это получается, что мы истребим весь мир. Как сказала там Ванга, да, что если истребить всех животных, то наступит конец света. Мне страшно, честно говоря, что происходит. Вот, бедный тигренок. Ну, что за люди такие вообще? Ой, дорогие друзья, походу, что реально, вот я скоро сойду с ума вот от этого, то, что происходит. Я уже начинаю сходить с ума. Мне просто вот реально депрессняк уже. Ой, ну, я надеюсь, что им дадут максимальное наказание по всей строгости закона. И я надеюсь, что им еще и, так сказать, там, в СИЗО, или где там они будут сидеть, в колонии, тоже крепко достанется. Мальчики будут счастливыми, наверное. Я считаю, что по понятиям иногда надо наказывать. Вот так вот. С вами был я, принц Юрель. Увидимся в следующем видеоролике. Ужасная новость. Вообще ужас. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...